На место, где когда-то стояла двухэтажная деревянная дача, мы идём той же дорогой, которой много лет ходил пропавший Юрий. Другой дороги попросту нет. Сосед Юрия по даче, скромный пенсионер, о самом пожаре ничего рассказать не смог. В ноябре здесь дачников практически не бывает. Как именно вспыхнул дом, дедушка не знает. Самое плохое дело – врать то, что не знаешь. Я не знаю. Нет, она просто сама, я сразу говорю, она загорится сама, точно никак не может. Нет. Потому что вот тут я вот это всё расчистил. Да, вот эта вся печка была в утеплителе. Она была обложена кирпичом, утеплителем. То есть человек как бы долгие лет, ну лет 7-6, он пользовался этой дачей. Так что очень аккуратно. Нет, это бесполезно, потому что сейчас мы будем все чёрные. На месте пожара с 4 ноября именно тогда всё и случилось. Работали пожарные, эксперты, волонтёры. Родной брат Юрия буквально вручную перебирает завалы. Безрезультатно. До грунта копал. Всё это поднимал практически. Получается, только стены остались, где вы говорите? Да, выгорело всё практически. Железо. Вот всё, что металлическое осталось, то и осталось. Последний раз мужчина звонил своим родственникам вот отсюда. Сообщил, что с ним всё в порядке, он собирается спать. Через 15 минут, как утверждают эксперты, дача полыхала открытым огнём. С тех пор о местонахождении Юрия ничего не известно. На работе и дома он не появлялся. На телефонные звонки не отвечает. В ближайшее время на пепелище отправится очередная группа волонтёров. Посмотрите внимательно. Возможно, именно вы сможете помочь. Разыскивается Соловьёв Юрий Владимирович, 1965 года рождения, прописанный по адресу город Казань, улица Академика Лаврентьева, дом 14, квартира 85, который 4 ноября этого года ушёл из дома на дачу, расположенную недалеко от 15-й горбольницы, и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Приметы. На вид 50 лет, среднего телосложения, рост 180 сантиметров, волосы короткие, прямые, тёмные, глаза серые. Особые приметы – носит очки. Мужчина был одет. Куртка чёрная, брюки классические, тёмные, рубашка в клеточку, ботинки классические, чёрная кепка с козырьком. Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего человека, звоните по телефону, указанному на экране. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова